Здравствуйте! Давайте поговорим о главных новостях дня в подробностях. Я Алексей Лихман. Смотрите в выпуске. Европейско-американский десант. С чем приехали в Киев Керри, Меркель и Оланд. Неприкосновенные или нет? Что же решили депутаты со своим иммунитетом? Гривня на счетчике. Каких падений ждать от национальной валюты? Оздоровление для избранных. Кто прихватизировал популярную здравницу в Одессе? День высоких гостей в Киеве. Утром в столицу Украины прибыл госсекретарь США. А уже вечером прилетели канцлер Германии и президент Франции. Если визит Джона Керри был запланирован, то о визите Ангелы Меркель и Франсуа Оланда стало известно только сегодня. Европейские лидеры везут мирный план урегулирования конфликта на Донбассе, план ослованный на территориальной целостности Украины. Сегодня обсуждают его с президентом Порошенко, но уже завтра Меркель и Оланд встречатся с президентом России. Известны ли уже детали предложений лидеров Германии и Франции? Мы спросим у Елены Зориной, она с нами на связи. И еще один главный вопрос, о чем шла речь во время встреч с госсекретарем США. Лена, здравствуй, ты в эфире. Какая у тебя самая последняя информация о переговорах? Да, Леш, добрый вечер. Сегодня в администрации президента целый день принимают иностранных гостей, но и о них по порядку. С утра в Украину прилетел госсекретарь США Джон Керри. С Порошенко он говорил почти два часа. Главной темой разговора стал конфликт на Донбассе. Джон Керри предложил свой мирный план урегулирования. В частности, это прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, выводы российских войск в территории Украины. Но также обе стороны должны освободить заложников. Ни президент Порошенко, ни Европа, ни США не хотят вступать в конфликт с Россией. Мы стремимся к дипломатическому решению вопросов, но не можем закрыть глаза на боеприпасы, которые перевозят через границу, чтобы поддержать конфликт. Россия должна немедленно прекратить военную поддержку сепаратистов и сесть за стол переговоров. Мы работаем над тем, чтобы добиться мирного урегулирования этого конфликта и прекращения агрессии. Это приоритет для всего цивилизованного человечества. Мы сотрудничаем в сфере безопасности, чтобы найти эффективное решение в этой ситуации. Также Америка готова помочь Украине финансово. Речь идет о 16,5 миллионах долларов. Об этом они должны пойти на помощь пострадавшим в результате конфликта. Об этом Керри уже говорил на встрече с украинским премьером. Ну а на Банковой в эти минуты проходит встреча с европейскими лидерами. Речь идет о президенте Франции Франсуа Аланди и канцлере Германии Ангеле Меркель. Буквально пару часов назад их кортежи заехали на Банковую. Вначале с Порошенко они говорили тет-а-тет. Ну а вот несколько минут назад началось расширенное заседание. Судьба этого визита решилась буквально в течение нескольких часов. Заранее он не планировался. Предварительно известно, что европейские лидеры должны привести в Украину некий новый мирный план. Но пока что сказать о чем конкретно идет речь нельзя. Ну а о новостях будем сообщать позже, Алексей. Лена, я правильно понимаю, что вы ждете выхода к прессе президента Порошенко и лидера Франции и Германии? Если это случится в течение выпуска, мы обязательно вернемся ко включению с тобой. Будем ждать от тебя самых последних новостей. Надеюсь, ты узнаешь все-таки о чем говорят за закрытыми дверьми президент Порошенко, лидеры Франции и Германии. Мы послушали только что Елену Зорина, она включалась к нам из Банковой. Визит Франсуа Аланда и Ангелы Меркель стал неожиданностью как для Парижа, так и для Берлина, но и естественно для Москвы. Скупые официальные сообщения. Лидеры Франции и Германии пытаются объединить дипломатические усилия для достижения мира на востоке Украины. Но вот что кроется за официальным языком политических канцелярий и чего ожидают от блиц-визита, мы узнаем у наших корреспондентов в Европе и в России, они с нами на связи. Итак, первая выходит с нами на связь София Гордиенко. Соня, добрый вечер. Что говорят в Париже и Брюсселе о совместной поездке европейских лидеров в Киев, а затем уже и в Москву? Да, Алексей, о том, что Аланда и Меркель отправляются в Киев, мир узнал от самого президента Франции во время утренней пресс-конференции. Он еще не успел закончить фразу о том, куда и с кем едет, как об этом тут же стали строчить в Твиттере все присутствующие. Но кроме этого анонса, пока никакой аналитики в прессе реагируют очень сдержанным ожиданием, сообщая обо всем по факту. В Европарламенте же говорят, что этот визит стал ожидаемой неожиданностью. С момента нападения на Мариуполь, Дебальцево, ситуация усложняется. Интервенция продолжается. На украинской территории идет война. И этот визит, эти совместные европейские усилия направлены на прекращение эскалации. Прогнозировать, что принесут переговоры, не берется никто. И здесь, в брюссельских кулуарах, кстати, все больше слышно недовольство именно украинским правительством, которое несколько оторвано от реальной фронтовой зоны. Мол, слишком часто они ездят в Европу, хотя лучше бы было наведаться в Артемовск, в Волноваху, Мариуполь, поближе к линии фронта. Спасибо, Соня. Далее с нами на связи наш немецкий САПКОР Татьяна Лагунова. Таня, здравствуй. Для Берлина эта поездка тоже была как снег на голову. Что говорят политики и политологи? Прошу. Добрый вечер, Алексей, немецких журналистов. Новость о том, что Меркель и Алланд летят с Киеви в Москву, застала врасплох. Обычно календарь канцлера до деталей расписан на неделю, а то и две вперед, и изменения вносят только в крайних случаях. Еще сегодня утром на сайте немецкого правительства об этих визитах не было ни слова. И только когда поездку по маршруту Киев-Москва проанонсировал президент Франции, ее подтвердил и пресс-секретарь Ангелы Меркель Штефен Зайберт. Да, летят, чтобы, цитирую, укрепить усилия по поиску мирного решения конфликта на востоке Украины. Также туманно новость прокомментировал и министр иностранных дел Германии. Я бы пока не хотел говорить о шансах, пока это скорее надежды. Могу сказать одно. В последние дни из обеих столиц поступали сигналы, что ищутся пути под эскалацией конфликта. В такой ситуации не остается ничего иного, как путем отдельных переговоров прозондировать возможные варианты. Чего ждать, осторожные немецкие политики и политологи прогнозировать не спешат. Мол, нужно знать детали мирного плана, который везут с собой Меркель и Оланд. И реакцию на него и в Киеве, и в Москве. Но все обращают внимание, что этот двойной визит событий из ряда вон выходящие. Хотя бы потому, что Ангела Меркель не посещала Москву с начала украинско-российского конфликта. А с Путиным в последний раз лично встречалась осенью. И в любом случае уже понятно, что результаты переговоров станут главной темой Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В субботу там пройдут дебаты по Украине. В них примет участие и президент Порошенко. Алексей? Спасибо, Тань. Татьяна Лагунова, наш немецкий Сапкор о настроениях в Берлине. Ну а вот с какими настроениями Москва ждет завтра Меркель и Оландо, спросим у Данила Русакова. Он с нами на связи. Данил, тебе слово. Здравствуй, Алексей. Российский МИД в лучших традициях своей глубокой озабоченности уже предполагает, какими будут итоги еще не состоявшейся встречи Оландо и Меркель с кремлевским руководством. Хотя, по словам представителей этого же ведомства, детали им неизвестны. По данным местных информагентств на Донбасс могут вести миротворческий контингент ООН. Предстоящий визит в Москву европейских лидеров вообще под покровом тайны. Кстати, о возможной преднестравизации конфликта в Министерстве иностранных дел говорили уже много раз. Некоторые политологи считают такой вариант очередной попыткой формально закрепить присутствие российских войск на востоке Украины, которые по разным данным там находятся еще с весны. Впрочем, есть мнение, что ни о чем вообще договориться не удастся. Сторонники такой версии вспоминают в основном неудачный опыт предыдущих встреч в Минске. И результат нам всем хорошо известен. Алексей. Спасибо всем моим коллегам. Ну а далее узнаем, чего ждут от завтрашнего визита российские эксперты. Давайте послушаем. Мне кажется, вот этот ажиотаж со стороны Франции и Германии, это связано с тем, чтобы предотвратить любую поставку летанного оружия со стороны Америки и своих союзников. Потому что вслед за Америкой, я уверен, что не все члены НАТО, но очень многие будут поставлять оружие, если начнут поставлять оружие Киеву, если США начнут. Товары с обеих сторон очевидны. Путин предлагает меркать прекращение боевых действий, и вот только он может сегодня это гарантировать. А Европа предлагает все позиции, которые я сказал. Это частичная отмена санкций против России, преднестревизация Донецка и Луганска, то есть придание неопределенного ставства этим территориям хотя бы формально и относимым к Украине, гарантии жизнеобеспечения Крыма. Вот объем требований Путина. Евросоюз поддерживает инициативу лидеров Германии и Франции. Глава дипломатии ЕС Федерико Магерини уверена, Франсуа Аллант и Ангела Меркель смогут добиться соглашения, которое устроит все стороны конфликта. Еще раз подчеркнуло, что Евросоюз за использование всех доступных средств ради политического решения конфликта. Но вот какие же они, эти средства для достижения мира, есть у европейских лидеров? И почему они решили срочно ехать в Киев и Москву? Вот мнение украинских политологов. Украинская сторона вымогает от Соединенных Штатов надание латальной оружи, что может значительно посилить в размере конфликта на Сходе. И вчерашнее голосование в Верховной Раде, которое отхилило установку оппозиции о норме регулирования конфликта на Донбассе, а оно тоже могло быть показано для европейских политиков. Первое решение может быть только сегодня частичным. Это заморозка конфликта. Вот по Приднестровскому сценарию. То есть прекращение огня, миротворцы, миротворческие силы, которые следят за реальным режимом прекращения огня, чтобы были гарантии прекращения огня. Они потом собираются в Россию? Да, они к Путину, конечно, согласовывают этот компромиссный вариант заморозки. Но пока на Востоке ни о компромиссии, ни о заморозке говорить не приходится. Где сегодня велись бои? Насколько ожесточенными они были, узнаем у моей коллеги Ирины Баглай. Ира, здравствуй, где неспокойно? Ждем от тебя последних новостей. Здравствуй, Алексей. Мы сегодня побывали в Авдеевке. Город под постоянными обстрелами. Он, так сказать, зажат в тесный огневой контакт со всех сторон. Залпы орудий и разрывы снарядов здесь не стихают. И вчера от прямого попадания по одному из цехов коксохимического завода погиб один из сотрудников. Двое мирных жителей были ранены. Снаряды попали в жилые дома, в райотдел милиции. Но там никого, к счастью, не было. И привыкнуть к такому огню невозможно, говорят местные. Большинство уже выехали. Город пустой. Здесь нет никаких условий для жизни. Гуманитарную помощь в последний раз здесь видели несколько месяцев назад. У меня две внучки маленьких. Не было ни выстрелов, ничего не было. Как у бабахала. Одной два, другой семь. Где? Дочка говорит, мама, где верни? Где ничего? Бабли! С ума сойти! Транспортом помогают, кто желает. А куда уезжать? А куда уезжать? Бросать на разорвление? Ну куда уезжать? Здесь много людей беспомощных. Ни туда, ни сюда. А что это за война какая-то непредсказуемая? И уже пятый раз мины попали в местную больницу. Для ее коллектива это здание уже стало домом. Только вчера закончили стеклить окна и снова обстрел. Местные уже знают, откуда ведется огонь. Это хорошо видно с крыши здания. Там ДНР. Но они же идут, что типа огонят украинцев назад. Здесь никто не может ответить, кто откуда стреляет. Непонятно вообще, здесь бьют со всех четырех сторон. Откуда, куда кто бьет, это вообще непонятно. Но вопреки атакам боевиков, украинские военные остаются на своих позициях. Аэропорт контролируют по периметру. Мы пообщались с нашей разведкой, которая работает в этом секторе и выезжает на взлетную полосу. Террористы стали воевать более грамотно, отмечают украинские бойцы. За время перемирия они подучились и чувствуется, что ними руководят профессионалы. Российские кадровые офицеры. Были офицеры и русской федерации, то есть штатные офицеры. Адровые, да? Да, да, да. А так в основном, да, с силы ДНР, бойцы ДНР. Артиллерия их очень профессионально работает, то есть минометы. То есть у них есть вызначники. То есть если вызначают больше искупления телефонов, которые находятся, ну, кто-то есть включенный у всех телефонов. Ну, то есть если там больше пяти человек находятся, исключены у телефонов, то есть ждать через минут пять-десять снаряд. Обеспечили боевиков и тяжелой техникой они уже не охотятся за трофейной украинской. И вот, находясь там, в районе Песок, мы спросили, что в первую очередь сейчас нужно, чтобы удержать эти позиции и не допустить потерь. Бойцы ответили, грамотное командование, и уточнили. Они имеют в виду боевых командиров, офицеров среднего звена, которые знают ситуацию изнутри. Есть люди, которые у нас обстреляны, вот. Они так вот, что, допустим, на карте тыкнули, вот, о, все, давайте вот так вот. А там пять снайперов, все будет нормально. А на самом деле мы нарвались на батальон, понимаете. Вот, то есть, ну, я не знаю, как, наверное, чудо, просто Всевышний, наверное, помог нам выйти оттуда. Основка сил не изменилась на Ленифон. Периметр вами контролируется. Нужно принять решение, что мы будем делать. Мы будем укрепляться, либо мы будем наступать, либо будем обороняться. Пока что на данный момент это вся информация. Алексей? Спасибо, Ирочка, за работу. На связи с нами из зоны АТО была Ирина Баглай. Каждый день мы звоним жителям оккупированных городов. Сегодня из-за перебоев связи и отключенных телефонов нам с трудом, но все же удалось дозвониться в Донецк, Луганск и Красногоровку. Какая жизнь сегодня там? Послушайте. Сегодня ночью была самая страшная ночь вообще за эти 9 месяцев для Ленинского и Кировского районов. Били чем-то очень тяжелым, видели, как ходили ходуном стены фундамента. Это слышал весь город. Разрушений очень много. Кроме отключенных телефонов мобильных, отключился еще и домашний интернет. Как же можно в условиях войны отключать телефоны? У нас люди из-под завалов звонят. После каждого обстрела звонят, ты жив? Чем помочь? Где ты находишься? Куда ехать? Как можно лишать людей связи? Это на смерть. У нас в Донецке казачьи отряды обморвели. Выбирают дома. Вот к одной девушке явились в малоквартирный дом, очень богатый, очень дорогой, собственным отоплением. И сказали, у тебя две недели на то, чтобы оставить эту квартиру. Продолжают обстрелить город Красновой Руковградами и одиночными выстрелами. Ниту, отопление, газа и частично свиту. Разбитые образовательные школы и детские сады. В Луганске сильнее ощущается проблема с бензином. Вот сегодня закрылись несколько заправок в центре города. Всего осталось 3-4 штуки на весь город. И очень большие очереди машин выстраиваются. В первую очередь, конечно, обслуживают людей, которые по колонам имеют такое отношение. То есть обычные смертные бензины практически доступа не имеют. Развернулась там подпольная торговля бензином. Общался жительница Комброда. Думаю, что же она такая бахкая, она как разрывается с той стороны. Оказывается, это ополчено. Это загоняет прямо на Комброд, на частный сектор. Грады и оттуда лупят по счастью. И российские телеканалы показывают, что украинские беженцы массово выезжают в Россию, там бегут от войны. По факту, какая ее беженца? Это просто люди, выезжают на территорию Украины через Ирлайна. И на следствии со студией Мариуполь. В городе работает Эльвина Сиид Булаева. Эля, здравствуй. Какая ситуация в городе и на окраинах? Да, Алексей, вот сегодня жители поселка Сартана разбудили громовые раскаты от взрывов градов и миномерных снарядов. Звуки тяжелых орудий доносились и до самого Мариуполя. Боевики атаковали село около двух часов ночи от неожиданного артовстрела. Многие люди не успели спрятаться. Начало бабахать, бах, бах, окна начали лететь, вот эти вот, осколки. Вот я тут спала, где-то там спал. Пока вышли туда и перестали стрелять. Ну, проснулась от того, что на меня все летит. Отскочила, а тут кровать стояла. Кровать перегородила мне диван. В темноте бежать в подвал. Террористы обстреляли несколько улиц поселка. Снаряды и осколки от минометов и градов повредили 18 домов. Около тысячи строений остались без света и тепла. И целый день здесь велись ремонтные работы. Мы получили помощь с международных организаций. Стройматериалами и стеклом, и шифером. С утра уже дали пленку. Люди начинают забивать пленкой разбитые оконные проемы. Обстреляв жилой массив, российские боевики открыли огонь по позициям украинских военных. Террористы сконцентрировали свои силы в районе сел Заиченко, Саханка и Октябрьское. Именно оттуда и атаковали территорию подконтрольную нашим военным. И, к счастью, никто из наших военных не пострадал. Град полностью уничтожил три машины украинских бойцов. Досталось и волонтерам. Они привезли гуманитарную помощь местным жителям и пограничникам. Охолками зацепило, побило в окна машины. Чуть-чуть так. Ехать дальше надо. Так мы дальше пытаемся выйти из положения. Груз здесь все целое осталось. Можно дальше ехать. Обстановка на подступах в Мариуполе остается напряженной. И сегодня наши позиции атаковали 10 раз. Это приоражная Гнутова, Николаевка и Мирные. Боевики применили грады и минометы. Алексей. Спасибо, Эля. Дальвина сеет Булаева на напряженной ситуации в районе Мариуполя. Полшага на пути к решению депутатской неприкосновенности. Когда народные депутаты наконец решатся и откажутся от иммунитета. И о ком теперь плохо говорить, но никак нельзя. Все знает Екатерина Лысенко. По заснеженным дорогам в Раду депутаты съехались с опозданием. Рабочий день начался с получасовой задержкой и со скандалов. Чи есть правдивая информация про то, что премьер-министр Украины на селекторной нараде дал доручение звольнити до 5% бюджетников, которых в нашей стране 1,5 миллиона. А спустя минуту нардепов уже успокаивали. Оказалось, все из-за критики премьера. Друзья, сядьте, пожалуйста, на места. До меня не подошел Пашинский и, погроживая расправой, сказал, что это мой последний антиурядовый выступ. А на площади перед парламентом тем временем с самого утра активисты требуют от депутатов лишить самих себя неприкосновенности. В сессионном зале это первый вопрос повестки дня. Обмежение депутатской и судебской недоторганности – это ответственность перед Майданом. Снимать недоторганность нужно. И сделать так, чтобы между первым читанием и остаточным знанием куля не пролетела. Один из этапов борьбы с коррупцией – это то, что президент, суды, народные депутаты отказываются от недоторганности и станут равными среди равных. Ну, не для прессы, так никто же нас не видит и не слышит. Скажу, что вообще-то это законопроект неправильно называется. Это законопроект про ликвидацию депутатской недоторганности и сместление судебской недоторганности. Если бы вы хотели снять депутатскую неприкосновенность, вы бы это сделали на первой сессии. Потому что сегодня это вторая сессия, а это значит, что до 16-го года никто ничего не снимет. Но во время голосования нардепы, как никогда, едины. Все фракции – за. Дякую, шановные народные депутаты, за позицию, которая официально зафиксована, будет прилюднена по каждому народному депутату. Хотя неприкосновенность как была, так и останется как минимум полгода. Сегодня это решение принято. Оно будет направлено до Конституционного суду, для того, чтобы отримать выяснение. Еще раз его проголосовать до Конституции Украины. И таким чином в вересне месяце достаточно ухвалить. О неприкосновенности судей пока ни слова. Хотя некоторые служители Фемиды уже без иммунитета. Кирея в летом 2011 осудил Тимошенко, а перед этим разрешил ее арестовать. Арест ждет его самого, как только его найдут. Сейчас судья в бегах. А вот скандальный законопроект 1768, касающийся СМИ, еще утром. В повестке дня не стоял. Законопроект Народного фронта, списанный из российского законодательства, запрещал представителям страны-агрессора быть совладельцами украинских телеканалов. И коалиция в таком виде отказалась за него голосовать. Настаивала, чтобы лицензию мог забрать только суд, а не нацовец. И чтобы у СМИ было время переоформить документы. Но сегодня в перерыве экстренно собрали комитет. Сегодня комитет сделал то, до чего я закликала комитет вчера. Сделать вещи, за которые нам не будет соревноваться. Тут, слава Богу, уже появилась норма, что каналам дается 6 месяцев на то, чтобы провести свою господарскую деятельность в соответствии с нормой этого законопроекта. С поправками, однозначно, да. Комитет поддерживает поправки, которые вводят решение суду и вводят перехватный термин для проведения ответственности. Доброе, что авторы законопроекта выяснили, что он недосконален. Разом с тем продолжаются тиски на членов комитета и на Верховную Раду с тем, чтобы волонтеристские в порушения законодательства этот закон все-таки протягнуть. Для телеканала в парламенте сегодня еще один законопроект о запрете российских сериалов. Авторство того же Народного фронта. Сейчас интерны были куплены, но их не показывают, потому что Держкино забрало в прокатное посвящение. Нема еще на это законных подстав. Мы эти подставы створюем. Ну и эти идеи встретили шквал критики. Мы просили, самое главное, что враховать, это перелик реальных условий, за яких фильмы, сериали не могут быть поставлены в эфире. Этого вичерпного перелику нет. Там настолько широкая норма, что, например, там порушники, мы не сможем показать даже новину. Также заброзняется транслювать соответствующие сцены, сериалы, фильмы, в том числе через интернет. Это означает, что в принципе нужно закрыть все файлы обменники и все сайты. Просто болтовня. Давайте создавать украинскую продукцию. Давайте идти с украинской продукцией на рынок и побеждать, чтобы наш сериал был лучше русского. Вот опять как в советское время по вечерам собираться и смотреть кассеты. Вы этого хотите? Как быть с информпространством и кого в чем ограничивать, в парламенте решили разбираться вечером, после консультаций во фракциях. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Евгений Каминский, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Ну и чем же закончились консультации? Что было на вечернем заседании? За работой депутата следила Ольга Рыцарь. Оля, здравствуй. Какие новости у тебя? За что проголосовали? За что нет? Да, Алексей, добрый вечер. Сегодня депутаты весь вечер обсуждали законопроект 1317. В него на заседании вносили с голоса правки. Он запрещает абсолютно полностью всю продукцию российского производства, снятую после 1 января 2014 года. И вводит ограничения на российские сериалы с 1991 по 2014 года. Ну, более подробно в этом законопроекте мы будем рассказывать завтра. Ну, а сегодня за него проголосовали 259 депутатов, несмотря на то, что многие были против. Ну, а закон будет введен в действие уже через два месяца для того, чтобы телеканалы смогли адаптироваться. Бо, выглядит таким образом, что если комиссар Мегре много курит, то это шкодливая звичка, и его нужно заборонить. Я имею в виду, что до Путяна, мне кажется, пропаганда невигластва, шкодливый звичок, алкоголизм, нет никакого отношения. Это не створяет никакой юридической визначенности, перепрошу, а скорее створяет свобилие. Ну, а закон 1768, который запрещает представителям странам-оккупантов быть совладельцами телеканалов, сегодня повестку дня вечером не включили, его таки не доработали. Кроме того, депутаты сегодня проголосовали за создание временной следственной комиссии по поводу расследований судей, которые судили активистов на Майдане. И также сегодня в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который вносит изменения, закон, который касается внесения изменений в закон о люстрации, и на чем настаивает венецианская комиссия. Вот сейчас автор этого законопроекта сегодня с нами на прямой связи. Расскажите, пожалуйста, в чем суть этого законопроекта, с какими проблемами вы столкнулись, и правда ли, что он подразумевает люстрацию за сдачу Крыма? Так, правда полягает в том, что Венецианская комиссия, вона очень критично отнеслася до чинного закону Украины про люстрацию, как такого, который не отвечает европейским принципам демократии. И вошло так, что с 19 грудня влада не спромогла внести изменения до этого закону, и 3 лютого, это позавчора, уже голова Венецианской комиссии, Джані Букиккио, очень суворо заявил, что это плохой закон, что этот закон не имеет право на существование в стране членов Ради Европы, а Украина является членом Ради Европы, что этот закон нужно остановить в действии. Саме тому опозиционный блок, который последовательно оголошен на антиконституционном характере этого закону, когда миллион людей просто призначили винуватыми, мы внесли сегодня новую редакцию закону Украины про люстрацию, которая предпочитает ответственность посадовых людей за действие, или бездействие в период с 29 листопада 2013 года до 6 червня 2014 года. Это касается таких 5 суспольно важных трагедий, как Майдан и сотни смертей на Майдане, второе – это действие бездействие посадовых людей, которые призвели до порушения территориальной ценности Украины и изменения статусу Автономной Республики Крым. Такие же действие бездействие посадовых людей, которые допустили проведение 16 березня 2014 года референдума в Крыму, действие бездействие людей, которые допустили трагедию в Одессе 2 и 3 травня 2014 года. И самое главное – это с квитня по 6 червня 2014 года установлена будет люстрация и сувора ответственность осіб, которые допустили святого масштаба трагедию в Донецке и Луганске областях, которая призвела до десятка тысяч смертей украинских граждан и украинских войсков. Механизм такий, что створюется у повноважный орган при президенте Украины. Это будет национальная люстрационная комиссия, до склада которой входят 25 человек. И именно эта комиссия актами президента Украины будет как раз устанавливать ответственность осіб. И с тем, чтобы у нас была ответственность... Спасибо, извините, у нас просто эфир, Николай Михайлович. Алексей, на этом у меня все. Спасибо, Олечка, за работу. Это была Ольга Рыцарь из Подверховной Рады. Ну, что ж, вот такие реформы, сами видите. Тем временем в Одессе популярную профсоюзную здравницу, возможно, в целях реформирования, передали в собственность Министерства юстиции. Кто же теперь там будет лечиться? Подробнее Андрей Анастасов. Санаторий Лермонтовский в центре Одессы. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний, реабилитация после инфарктов, инсультов и различных травм. Ежегодно тысячи пациентов со всей Украины, большинство льготники. И тут неожиданное решение правительства передать недвижимое имущество здравнице в управление Министерства юстиции для оздоровления работников органов юстиции. То есть людям сразу сюда дорога закрыта, простым людям. Они не будут сюда поступать. Здесь будут только отдыхать и оздоравливаться работники Министерства юстиции, их семьи. Само собой обеспокоены и нынешние пациенты Лермонтовского, которые получают путевки от фонда социального страхования. Вот на таких уникальных, еще дореволюционных аппаратах людей здесь в буквальном смысле ставят на ноги. Здесь же сейчас живут и оздоравливаются десятки вынужденных переселенцев с Востока. Просто очень жалко, если это будет не для людей. Защитить этот коллектив замечательный надо. Решение Кабинета Министров администрация санатория уже обжаловала в судах. Аргументация простая. Лермонтовский находился и до сих пор находится в собственности Федерации профсоюзов Украины. Нельзя передать то, что ты не имеешь. Мы не стоим на балансе Кабинета Министров. Стоит отметить, что нападки на санаторий с различных сторон продолжаются уже около 10 лет. 10 гектаров парковой зоны на берегу моря многим не дают покоя. Не один раз же было, когда депутаты прошлого созыва Верховной Рады шли по санаторию, по центральной аллее и говорили, правая часть это мне, левая часть это вам. Конечно хотят. Самое бедное министерство хочет забрать его себе. Ну в кавычках самое бедное министерство. Теперь отчаявшиеся сотрудники санатория и их коллеги митингуют перед зданием областной администрации. С просьбой разъяснить свою позицию мы обратились в Министерство юстиции. Там сначала просили подождать, а потом просто перестали отвечать на телефонные звонки. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Гривня снова упала. Ниже некуда. Или все же есть? Геннадий Абивденко давайте послушаем. Он пытался спрогнозировать судьбу падшей национальной валюты. Они говорят о повышении учетной ставки и отмене валютных аукционов. Но в основном все болезненные вопросы главным банкирам страны что будет с курсом и не станет ли уже завтра доллар по 25 гривен. Мы прогнозы по курсу не даем. Мы такое не рассматриваем. Мы делаем все, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Международным валютным фондом мы такой сценарий тоже не рассматривали. Как раз в эти минуты по сообщению Интерфакса котировки продажи безналичного доллара на межбанке достигли 25 гривен за доллар. Информсайты, сообщающие на ценах на черном рынке, пишут о повышении цен на наличный доллар до 23-23.50. На счетах банковских обменников американская валюта дешевле. Банки наглядно выполняют ограничительные нормативы НБУ. Привязка к официальному курсу. Но только американскую валюту там не продают. Доллар по версии НБУ на сегодня 17.99. Ожидается, что на днях Нацбанк все же выполнит обещания и сблизит реальные желаемые курсы. Просто теперь будет разница между курсами черного рынка и официального. Там не 5 гривен, а скажем 1-2 гривни. Но это будет более приемлемо для НБУ, поскольку разница будет не столь заметной. У Валерии Гонтаревой главная надежда на МВФ. По ее оценкам фонд может выделить кредит в конце февраля, начале марта. Нам очень хочется, чтобы положительные новости, которые мы в скором времени отжидаем от МВФ, мы вот с вами прямо увидели, как наша кривая курса должна пойти вниз. Как идет вниз всегда во всем мире. Пока же заявляют, будут экономить резервы. Их осталось меньше 6,5 миллиардов долларов. Продавать валюту Нацбанк теперь будет только нефтегазу Украины под покупку топлива. И тут же главе НБУ передают смартфон с новостями. Один из журналистов успел перепутать цифры продажи и уже разместил информацию. Гонтарева сердится. Кто-то кричит, это не я. Кто слышал, что мы продали Нафтогазу полтора миллиарда из резерва в январе? Кто это только что услышал? 0,5. Виноватых не нашли, банкиры удалились. Еще раз отметив, грядет жесткая денежно-кредитная политика. На столах перед журналистами во время брифинга не было даже привычной ранее минеральной воды. Только пустые стаканы. Геннадий Вивденко, Павел Лысенко. Подробности. Телеканал Интер. Ну и главный вопрос вечера. Что принесет встреча Порошенко с Меркель и Оландом? Самые последние новости с Банковой и не только. Далее в выпуске. Смотрите. Спецслужбы на ушах. Тель-Авив пугает старый свет мега-терактом. Луч света в янтарном туннеле. Как расследование подробностей расшевелили ривненских правоохранителей. Зима подкралась неожиданно. Как встретил Киев снежную атаку. Сегодня в Европейском парламенте на заседании делегации Украина-ЕС поднимали вопрос о ситуации в Кривом Роге. Там уже вторую неделю группа радикалов блокирует работу органов местного самоуправления и не дает депутатам горсовета провести сессию. Здание исполкома захватили еще 28 января. Сотрудники милиции не смогли остановить агрессивных парней. Те выломали дверь и ворвались в сессионный зал. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Захват государственных зданий». Депутаты горсовета направили обращение к президенту с требованием восстановить законность в городе, поддержали их местные организации некоторых партий. Теперь уже и евродепутаты требуют прекратить давление на местное самоуправление в Кривом Роге. Вот что говорят. Это нарушение демократического процесса. Невозможно идти этим путем. Есть европейская хартия местного самоуправления. Я думаю, что это тоже, если Украина захотела стать членом Евросоюза, конечно, должна учитывать эти нормы. И снова янтарные битвы в Ривненской областной прокуратуре. Наконец-то отреагировали на сюжеты подробностей. Проверяют, причастны ли ракитновские милиционеры к крышеванию янтарного бизнеса. А вот один из старателей уже поплатился за свои откровения журналистам. Подробнее и на Белецкое. Урочище Юзефинок тут на севере Ривненской области только недавно обнаружили это месторождение янтаря. Две недели назад именно здесь возник конфликт между местными жителями и милицией. Милиционеров избили. Почему спустя несколько дней нам рассказал один из старателей. Тут милиция хотела иметь владу. Требовали 10 тысяч долларов, чтобы каждые три дня сдавали и начальнику милиции, в частности, начальнику милиции и прокурору в том числе. На материал в эфире подробностей отреагировала прокуратура. Открыла уголовное производство. Співробитники Рокитневского райвідділу милиции вымагали від осіб, які займаються незаконным видобутком бурштину, систематичной передачи їм неправомирной выгоды в виде грошовых коштей в сумме 10 тысяч долларов США за каждые три дни работы. В крышевании янтарного бизнеса селяне обвиняют сотрудников вот этого райотдела милиции. Напомним, нам еще ни разу не удавалось пообщаться с его начальником. В этот раз тоже ведут к заместителю. Це такі питання. Могуть, якщо до начальника, то краще до начальника, такі прямі по поводу цих грошовых питань. Начальника вдалося поймати у входа в райадміністрацію. Діваться йому некуда, приходиться отвечати. Уверяє, крышевать не мог. Был в АТО. Затем в отпуске. А з відпустики такі питання не вирішуються? Ну як, якщо виконує обов'язки зовсім інша особа, навіть не мій заступник. Людина стороння, яка зараз вже виконує в місті обов'язки міста Рівно. Як ви думаєте, міг я йому, звони, щось поручають, щось-небудь таке? А вот Федору, старателю, который не побоялся нам рассказати о вымогательстві милиції, званили с угрозами прямо перед приїздом нашей съемочной групи. Як сказали, що тут заміщена милиція, в тому числі і начальник милиції, значить будеш закопаний по поясу землю. Що, не знаю, як тут сам милиція, сам начальник милиції ставить свою помпу. Неделю назад у Федора Датлас горел дом. Его с женой едва спасли. Связывает ли он пожар с угрозами, пытаемся выяснить по телефону. Якщо помнить, що зговорю? Так це піпал був... А хто знає, як я діюр, як у нас Датлас зговорю, не мій за злову, а так зговорю, запитаю на шейдер, не знаю, що думать. Якщо вину милиціонерів докажуть, це стане прецедентом, і така, наконец-то, можна буде сказати, лід в янтарному делі, точніє, в безпределі тронуться. Інна Белецкая, Николай Василюк, подробності, телеканал «Интер», Рівненська область. Снег в феврале. Що неожиданного? Да ведь именно так всегда і происходит. Коммунальщики Києва к непогоді вроде бы готовились, але сугробы оказались слишком глубокими. Як із них выбиралась столица, знає Максим Кошелев. Сугробы, пробки, нерви – це сьогоднішнє утро в Києві. Ночью на столицу обрушився мощний снігопад. Метеорологи називають такі «залповими». Близько 30 сантиметрів сніга випало на час на цьогодній. Цієї ночі снігопад продовжується. Ми очікуємо аналогічні погодні умови до вечора сьогоднішнього дня. Почали працювати в третій ранку. С рассветом Києв сразу встал в заторах. Пробки – 10 баллов. Привычна дорога на роботу для автомобилистів превратилась в многочасовую тіночку. Очень плохо все. Тем более, дороги не чищены. Трудно. Я даже из своего собственного двора не могла выйти просто. Просто по колено. Решение пересесть на общественный транспорт оказалось не таким уж и благоразумным. Конечно, не нравится, что тут нравится. Три часа в одну сторону. Городские власти и дорожники говорят, в принципе, к осадкам были готовы. Прогнозы читали. В принципе. Но, как всегда, снега оказалось больше, чем ожидали. И даже три сотни снегоуборочных машин не сразу справились с угробами. Киеву-то нужно 800 таких автомобилей. К пяти утра уже обработали все основные магистрали кистосильной смесью. И с пяти нам пришлось снова производить зачистку и повторную обработку дорог реагентами. К середине дня основные дороги прочистили. Но этого могло и не случиться, если бы с самого утра столицу не закрыли для въезда грузового транспорта. Дорожники говорят, что именно фуры на лысой резине главные виновники заторов на городских дорогах. После обеда, когда дороги в городе и на подъездах к нему расчистили, фуры все-таки начали пускать в город. Правда, единственное требование, чтобы они были на нормальной, не лысой резине. Снег все идет и так будет как минимум весь сегодняшний вечер. В мэрии обещают дороги продолжить чистить, но при этом традиционно предлагают киевлянам пересесть на метро. Оно даже специально будет работать на час дольше. Максим Кошелев, Анна Каменева, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Уровень террористической угрозы в большинстве стран Европейского Союза поднят до максимального, красного. Почему? И при чем здесь МОСАД, знает Сергей Ауслендер, наш корреспондент в Израиле. МОСАД предупреждает своих западных коллег. Атаки террористов могут произойти одновременно во многих местах практически по всей Европе. Сотни джихадистов сейчас осели в разных странах от Великобритании до Греции и только ждут сигналов. В сообщении МОСАДа говорится, что речь идет о людях с вполне легальным гражданством, с нормальной работой и со всеми необходимыми документами. Как правило, это представители второго или третьего поколения иммигрантов, внешне ничем не примечательные, от этого еще более опасные. Отмечается небывалая активность на форумах исламистов, где практически в открытую обсуждают время и место будущих терактов. МОСАД, напомню, как известная и аккредитированная организация, держит представителей официальных, между прочим, во всех посольствах Европы и в США и в других странах мира. И поэтому через этого представителя он передает эти данные представителям тех служб, которыми они работают. Израиль даже передает разведданные Египту в сфере борьбы с террором в Синае. Вряд ли отношения Европы и Израиля сейчас можно назвать хорошими или даже нормальными. На дипломатическом фронте объединенная Европа для Израиля скорее оппонент. Но в том, что касается борьбы с терроризмом, начинает действовать принцип «враг моего врага – мой друг». Поэтому невозможно представить себе ситуацию, чтобы израильские спецслужбы скрыли от своих западных коллег информацию о готовящихся терактах. К сожалению, к этим предупреждениям не всегда прислушиваются. В 2012 году МОСАД сообщал спецслужбам Болгарии и Греции о готовящихся терактах. Но, к сожалению, болгарские спецслужбы все же допустили взрыв туристического автобуса. И тогда погибли 8 человек и пострадали больше 20. Сергей Услендер, подробности, телеканал «Интер» Израиль. Сколько стоит веревка, на которой повесили Саддама Хусейна? Сколько лет старейшему мужчине Земли? И кто пытается взломать Apple гаджеты? Об этом и не только в нашем обзоре. Apple под прицелом российских шпионов. Специалисты в сфере безопасности обнаружили вирус, пожирающий гаджеты американской корпорации. Хакерская программа способна получать доступ к фото, контролировать элементы звукозаписи и собирать данные о местоположении. Вредоносное ПО, уверены программисты, было разработано под крышей российского правительства. Это девочка. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон узнали пол второго ребенка и уже выбрали имя. Сначала они хотели назвать дочь Элизабет или Мария, но потом передумали. Решили дать имя, которое для них имеет большое значение – Диана. В честь покойной принцессы. Появление на след второго ребенка королевская чета ожидает в апреле. Старейшему мужчине мира сегодня 112. Свой день рождения японец Сакари Мамои отмечает в кругу детей и внуков. Супруга долгожителя, с которой он был в браке с 1928-го, уже умерла. Мамои попал в книгу рекордов Гиннесса в прошлом году. Японец, увлекаясь чтением и каллиграфией, сохраняет ясность мысли и бодрость духа. Он рано встает и ест только здоровую пищу. Соревнования за право купить веревку, на которой был повешен экс-президент Ирака Хсаддам Хусейн. Толстосумы из Ирана, Кувейта и Израиля готовы выложить миллионы долларов, чтобы заполучить ужасающий сувенир. Ажиотаж возник после того, как нынешний владелец, экс-советник по нацбезопасности Ирака, выложил в сеть фото, на котором он накинул веревку на бронзовую статую Хусейна. Торги за смертельный лот вызвали возмущение среди правозащитников. Китаец рассчитался внучкой за поход в спа-салон. Вместе с шестилетней девочкой дедуля пришел на процедуры. Однако при выходе заявил, забыл кошелек. В качестве залога оставил ребенка и пообещал скоро вернуться. С тех пор прошел уже месяц. Девочки обустроили в салоне спальное место. Со службом найти деда-беглеца пока не удалось. Свинья, спасенная от скотобойни, возомнила себя собакой. Поросенка по кличке Фэлла купила у фермеров британская пара вегетарианцев. Решили доказать, что животное можно использовать не только в качестве пищи. В доме у пара уже жили три большие собаки. После переезда Фэлла научилась гулять на поводке, выполнять команды, сидеть и ждать и даже пытается лаять. Хозяева отмечают, свинка намного чистоплотней, чем псы. Возвращаемся к главной теме этого дня. С чем прилетели к украинскому президенту лидеры Германии и Франции? Из администрации президента с нами на связи Елена Зорина. Лена, ну что, закончилась ли встреча Порошенко с Меркель и Оландом? Ну, Алексей, главная интрига дня пока не раскрыта. В эти минуты расширенное заседание на банковое при участии президента Украины, канцлера Германии, президента Франции в разгаре. Деталей сообщить не могу, все они остаются за закрытыми дверями. Известно только то, что разговор в формате тет-а-тет длился больше, впрочем, как и разговор с госсекретарем США. С европейскими лидерами Порошенко общался вместо 45 минут полтора часа. Позже планировался выход к прессе, но в последний момент его отменили. Все о чем-то говорились, все-таки к чему пришли, все детали этого неожиданного визита в пресс-службе обещают сообщить позже на сайте главы государства. Вот такие новости, Леша. Ну что ж, Лена, тебе спасибо за работу. Нам остается следить только за сообщениями на сайте президента. Напомню, это была Елена Зорина. Она пыталась узнать хоть какие-то подробности встречи Петра Порошенко с Франсуа Оландом и Ангелой Меркель. Вот таким выдался сегодняшний день. Это были его подробности. Спасибо, что смотрели. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова